Первым депутаты заслушали доклад администрации города о внесении изменений в бюджет муниципалитета на 2017 год. Среди особенно значимых для жителей Десногорска были несколько вопросов, которые касались операций и сделок с земельными участками. Депутаты установили порядок определения арендной платы за землю, цены участка при сделках купли-продажи, а также изменения платы за увеличение размера земельного участка. Решением 340 депутаты одобрили принятие от акционерного общества «Атомтехэнерго» в муниципальную собственность «Дома-180», «Блок-Б» с земельным участком и всеми коммуникациями. 349 решением депутаты рассмотрели кандидатуры состава консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации муниципального образования города Десногорск и делегировали депутата Арцвика Аветисяна. 11 вопросом депутаты решили в связи с 35-летием врачебной амбулатории при Смоленской атомной электростанции за многолетний добросовестный труд наградить благодарственными письмами Десногорского городского совета Азарову Светлану Анатольевну, Кукарину Елену Анатольевну и Попову Ирину Александровну. Также депутаты решили в связи с юбилейной датой колонии-поселения и за многолетнюю самоотверженную службу в системе исполнения наказаний наградить благодарственными письмами городского совета Королеву Ольгу Викторовну, Нестерову Наталью Михайловну и Шикова Сергея Михайловича. Депутаты рассмотрели материалы комиссии администрации по награждениям и утвердили 12 кандидатур для занесения на городскую доску почета. Торжественное открытие новой доски будет проходить во время празднования Дня города.